Память Басана Бадминовича Гордовикова Почтили на торжественном митинге. К монументу народного генерала возложили венки и цветы. В Калмыкии завершено строительство подъезда к селу Красный Партизан от автомобильной дороги Яшалта-Соленая-Дивная. Декоративные изделия, посуда и сувениры. На базе центра семья детей обучают гончарному ремеслу. Указом главы Калмыкии в республике продлен режим ограничений до 29 ноября. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Решение принято по итогам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии. В ходе заседания оперштаба было определено, что в республике не достигнуты показатели эпидемиологического благополучия, которые позволяют перейти к следующему этапу снятия ограничений. В этой связи на территории республики сохраняется действие мер по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. 15 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Басана Бадминовича Гордовикова. В этот день в Элисте состоялось торжественное мероприятие. К монументу народного генерала возложили цветы руководитель Калмыкии Батухасиков, спикер народного хорала Анатолий Казачко, представитель правительства Юрий Зайцев. На митинге присутствовали и те, кто лично принимал участие и вносил вклад в восстановление республики. В своем выступлении глава Калмыкии Батухасиков подчеркнул, что Басан Бадминович Гордовиков, будучи сыном калмыцкого народа, преданно служил многонациональному отечеству и на поле брани, и в мирное время. Несмотря ни на какие препятствия, сложности, наш долг, и для нас это очень важно, отдавать память этому удающемуся человеку и тому, что он сделал. Особенно важно, чтобы наша молодежь знала о каждом его деле, о каждом его подвиге, как и военачальника, как и руководителя. Знала о том, как он жил, как он умел общаться с людьми, как он руководил, принимал те или иные решения, отставил интересы республике. Все это важно знать, важно подчеркивать и важно транслировать дальше. В заключение я хотел бы заочно поздравить всех его родных, близких, его потомков, всех его друзей, всех его коллег, всех тех, кому он открыл дорогу. Хочу поздравить с его юбилеем и сказать огромное спасибо. С праздником! В Калмыкии завершено строительство подъезда к селу Красный Партизан от автомобильной дороги Ешелта-Соленая-Дивная. Строительство объекта шло в рамках государственной программы Калмыкии «Комплексное развитие сельских территорий». В результате ликвидирован грунтовый разрыв, выполнено устройство основания и асфальтобетонного покрытия площадью 60 тысяч квадратных метров. Далее подробности. Укладка почти 10 километров автодороги к селу Красный Партизан проходила в рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Строительство этого участка дороги началось еще три года назад. Сменялись подрядчики, работы велись недобросовестно и не укладывались в сроки. В прошлом году глава Калмыкии Батухасиков обратил внимание на данную проблему. Считая, что несмотря на любые сложности, будь то нерадивые исполнители или другие обстоятельства, поставленную задачу надо доводить до конца, что мы и сделали. Сообщил Хасиков на сайте главы Калмыкии. Давно мы не строили подъезды к населенным пунктам таких объемов, поэтому для региона это все-таки достижение. Надеюсь, что мы и дальше будем развиваться в этих направлениях, и по всем направлениям, и по БКД, и по КРСТ строить и дороги, и подъезды ко всем населенным пунктам в Калмыкии. Теперь дорога соответствует всем нормативным требованиям. Не отличишь от федеральной, тепло отзываются местные жители. Перед открытием движения профильный министр Виктор Джанжиев отметил, что была проведена большая комплексная работа вместе с новым асфальтобетонным покрытием. На пути к селу появились сигнальные столбы, дорожные знаки, а также водопропускные трубы. Теперь транспортировка продукции не будет зависеть от погодных условий. По традиции дорожники сменили знак «кирпич» на движение прямо. Первым прошла спецтехника, которая и строила дорогу. Это все связано в один экономический узел. Все мы должны общаться, все мы должны работать совместно. Поэтому в осенне-зимний период, в дождливый период, то жизнь прекращалась, по сути дела, в этом населенном пункте. Активная жизнь населенного пункта прекращалась. В селе Красный Партизан проживает более 350 человек. Для столь малого населенного пункта новая дорога – большой подарок. Жительница Красного Партизана Светлана Молчанова приехала сюда 15 лет назад. Она надеется, с новой дорогой у села появится второе дыхание. Вот мой дом, мы живем. Считай, у нас дорога от нашего дома, и дальше-дальше едет, у нас асфальт. Это очень хорошо и прекрасно. В любое время можно сесть и поехать. Никаких не будет проблем о том, что гравейка, как раньше было, трудно было добираться, там и машины плохо ездить. Теперь все как по маслу. Ну, все у нас есть. Только нужен медик и, пожалуйста, чтобы сделали нам ремонт небольшой на почте. Иначе, если начальница бросит, уйдет, людям будет очень трудно. Надо будет добираться, тогда ездить в Ешелту, получать пенсию или платить услуги. В завершении мероприятия все работники подрядной организации и надзорных органов были отмечены благодарностями Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики, а также администрации Ешелкинского района. В свою очередь, жители села выразили надежду, что асфальтное покрытие появится и на их улицах. Чингис Тихонов, Максим Ятежный, информационная программа День Республики, Ешелкинский район. Глава Калмыкии Батухасиков посетил с рабочей поездкой Кибрульский район. С исполняющим полномочия главы Кибрульского РМО Вячеславом Бадмаевым они осмотрели реализованные объекты строительства и строительные площадки. В частности, Батухасиков осмотрел новый подъезд к поселку Магна от автодороги Элистая и Кибруль-Челанхамур и подъезд к поселку Аргакин, где был проведен капитальный ремонт. Сделано все довольно качественно, но всегда есть куда расти, отметил Батухасиков. Далее руководитель Республики посетил новый ФАП в поселке Магна и объект строительства детского сада на 50 мест в поселке Приманыч. Срок сдачи детского сада в декабре этого года. Батухасиков порекомендовал подрядчику ускориться, чтобы уложиться в сроки. В поселке Кибруль глава Калмыкии осмотрел воркаут-площадку, открытую сцену и новую автодорогу на улице Братьев Гуртеевых. Воркаут-площадка была построена на средство председателя СПК «Колхоз Путеленина» Николая Полянского. «Рад, что у нас есть такие социально ориентированные предприниматели. Крепко жму Николаю Дмитриевичу руку и выражаю свою благодарность», – сказал глава Калмыкии. На этом месте Хасиков провел для местных детей мастер-класс и познакомил их со своим другом, президентом Федерации воркаута России Максимом Поповым, который также пообщался с жителями поселка. В Доме культуры Батухасиков обратил внимание на то, что выключатели в раздевалках установлены слишком высоко. По словам руководителей республики, это может создать неудобство для детей, которые приходят на тренировки. Необходимо начинать делать все для комфорта людей, а не только автоматически следовать регламентам без учета человеческих потребностей», – подчеркнул глава региона. Сегодня в Калмыкии началась вакцинация сотрудников образовательных учреждений против COVID-19. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения. Прививки строго добровольные. В числе первых иммунизацию прошли сотрудники Педагогического колледжа имени Конукова, Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа и Лестинского политехнического колледжа. На сегодняшний день отработано 15 доз первой фазы. Введение второй фазы запланировано через три недели. Кроме того, вакцину привили 77 медработникам Калмыкии. Переходим к оперативной информации от Республиканского Минздрава. За минувшие сутки коронавирусной инфекции выявлено у 77 жителей Калмыкии. Выздоровел 71 человек. В тяжелом состоянии находится 19 пациентов, из них 13 на ИВЛ. С начала пандемии зарегистрировано 122 летальных случая. Госпитализировано в инфекционные больницы 645 человек. В режиме домашней изоляции 4297. Продолжаем выпуск. 11 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано за минувшую неделю в Калмыкии. Два человека погибли, 12 получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних. Кроме того, отстранен от управления 21 водитель, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, в том числе 4 гражданина, ранее лишенных прав управления. 10 ноября, в 8 часов 00 минут, в районе дома 31, 4 микрорайона города Элиста, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на несовершеннолетнего местного жителя, после чего скрылся с местного происшествия. В результате ДТП пешеход обратился за медицинской помощью. 12 ноября, в 16 часов 40 минут, 72-летний житель Целинного района, управляя автомашиной ВАЗ-2170-30, двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий», в 291-м километре допустил наезд на 17-летнего элистинца, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. В поселке Шатаке Ченеровского района калмыцкие поисковики установили мемориальную плиту с именами летчиков Петра Китаева и Виктора Копейкина. Полтора года назад члены Ассоциации поисковых отрядов Калмыкия по сообщению местного жителя обнаружили обломки самолета времен Великой Отечественной войны. При дальнейших раскопках они нашли останки двух летчиков. Как выяснилось, летчики 932-го смешанного авиационного полка 289-й штурмовой авиадивизии лейтенант Петр Александрович Китаев и лейтенант Виктор Алексеевич Копейкин в 1942 году вылетели на бомбардировку немецкой колонны, двигавшейся по старой дороге Яшкуль-Сталинград. Их истребитель попал под зенитный огонь и рухнул в нескольких километрах от Шаты. В архивах пытались установить родственников. На сегодняшний момент родственников нет. Не найдены они, потому что ребята призывались с территории сегодняшней Украины. Но мы работаем, продолжаем работать, все-таки надеемся найти через наших коллег, которые живут на территории Украины, попробуем найти все-таки их родственников. Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения при финансовой помощи фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжает реализацию федерального проекта «Через тернии к звездам». Накануне на базе центра открылась гончарная мастерская, где дети знакомятся с основами работы, с керамикой, создают авторские изделия из глины. Все подробности в материале Светланы Аджиевой. Глина – уникальный природный материал, хранящий тепло рук автора, его заботу и неповторимый стиль исполнения. История гончарного ремесла измеряется тысячелетиями. Из глины делали не только посуду, но и различные сувениры. Делаю сейчас там фигурку, и мне интересно, что это не нравится. Лепка превосходно развивает моторику рук, помогает раскрыть творческие способности и художественное восприятие окружающего мира. И, как заверил скульптор Мерген Ковалданов, за период обучения ребята смогут овладеть техникой работы на гончарном круге, освоить различные виды росписи. Детки все у нас хорошие, замечательные. Бывают, конечно, и проблемные дети. Бывают и дети, у которых всегда проблемы и в школе, и в семье, и на улице. Но здесь именно такое место, где каждый ребенок может проявить себя в плане творчества, забыть улицу, забыть школу, забыть проблемы в семье и погрузиться в некий процесс созидания. Кружок по гончарному ремеслу – давняя мечта руководителя центра «Семья» Светланы Хинеевой. Воплотить задумку удалось благодаря участию в федеральном проекте. Ребята, занимающиеся в мастерской, по сути, осваивают азы новой профессии. Повзрослев, они могут стать полноценными мастерами, а может даже и открыть собственное дело. Сумма софинансирования и сумма гранта составляет 2 миллиона 200 рублей. Все эти средства направлены только на приобретение оборудования. В рамках этого проекта, именно по военному направлению, мы приобрели уже палатки, саперные лопатки приобрели, приобрели спальные мешки, винтовки будем приобретать, будем оборудовать комнату боевой славы. У нас несовершеннолетние будут задействованы в работе мастерской, которая называется «Матрица», где дети будут изучать компьютер, будут учиться писать программы, создавать сайты. А совсем недавно в рамках этого же проекта был организован кружок покройки шитью «Алтнзюн». В течение нескольких недель под чутким руководством педагогов подростки пробовали себя в роли портного. В древних времен наши калмычки умели шить, вышивать, делали такие вот, буквально готовили себя приданно. И я думаю, что те знания, те умения, они получат, им очень пригодится в жизни. В ближайшее время изделия, изготовленные руками детей, будут выставлены на ярмарке. Все вырученные средства пойдут на благотворительность. Светлана Аджиева, Владимир Суглинов, информационная программа «День республики». Выпуски, новости, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки Ростелекома», на сайте «Реакалмыкия» в специальной вкладке и на официальном аккаунте в Instagram «reacallum.ru». На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова